В Беларуси снижается количество нуждающихся в улучшении жилищных условий. Если в 2011 на очереди было более 855 тысяч человек, то уже на начало 2023 их количество сократилось до 586. Для малообеспеченных по-прежнему есть несколько вариантов. Можно построить квартиру с государственной поддержкой, либо получить арендное жилье. С начала 2023 в Беларуси воспользовались бесплатной попыткой ЭКО более 1000 человек. Благодаря этому 410 женщин забеременели. Расходы государства превысили 12 миллионов рублей. Беларусь занимает 25-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран и входит в 50 лучших государств по ведению беременности и организации родов. Единый урок «Тепло родительской души» пройдет во всех школах Беларуси 18 октября. Задействуют учащихся с 1 по 11 класса. Взаимоотношения с близкими, вопросы воспитания и семейные ценности – ключевые мотивы занятий. Помимо того, планируются тематические выставки. Уже проводится республиканский конкурс рисунков. В Бобруйском районе прямо в поле загорелась агротехника. ЧП произошло днем 12 октября возле деревни Микуличи. В итоге в сельскохозяйственной машине поврежден моторный отек. МЧС напоминает, в случае пожара необходимо незамедлительно позвонить по номеру 112. В Бобруйске работают диспетчерские службы по вопросам отопления. Если не греют батареи или возникли сбои в подаче тепла, необходимо обратиться в ЖЭУ по месту жительства. Первым делом, напомним, потеплело в соцучреждениях, затем в жилфонде. Дальше на очереди административные здания. Со следующей недели столбик термометра максимально покажет плюс 9.